Итак, мы строим с вами рукавчик. Продолжаем нашу историю. Рукавчик у нас будет длинный на манжетике. Давайте ширину манжеты выберем, ну сколько? Ну, скажем, 3 сантиметра. Значит, манжетик у нас 3 сантиметра. Длина рукавчика у нас будет... Где у нас рукава? Вот они. 40 минус 3. 37 сантиметров нам надо строить. Значит, я нарисовала линию низа. Затем перпендикулярно выбираем точку Н и рисуем перпендикуляр 37 сантиметров. Вот он у нас 37 сантиметров. Это середина нашего рукавчика. Это точка О. Вниз мы откладываем высоту оката рукава. Мы с вами ее уже посчитали. Это 13 сантиметров. Мы строим вточной рукав У1. Через точку О1 влево и вправо мы проводим горизонтальную прямую. И на ней мы откладываем ширину рукавчика 26. 26 пополам это 13. Значит, 13 сантиметров у нас идет сюда. И 13 сантиметров идет сюда. Так как рукавчик у нас получается на защипе, можно оставить его вот таким прямым, а можно убрать сантиметрик полтора, чтобы не делать низу таким широким. Давайте чуть-чуть уберем. Значит, здесь то же самое на спинке повторяется. Да? То есть мы слегка-слегка буквально с вами заузили. Рукавчик у нас вточной, поэтому мы соединяем эти точки. Вы знаете, как строится вточной рукав. Не рубашечный. Так. Делим переднюю половинку, это передняя половинка пополам, заднюю делим на три части. Из середин полученных отрезков восстанавливаем перпендикуляры. 2 сантиметра здесь будет много. Давайте отложим 1,7, потому что расстояние АВ у нас всего 26 сантиметров. 26 меньше 32. Если у нас меньше 32, мы обязательно сокращаем вот эти наши вспомогательные отрезки. В пределах разумного. И здесь серединочку берем где-то сантиметрик. И здесь тоже отложим сантиметрик. Сантиметр, сантиметр, 1,7, 1,7. Вот так получилось у меня. Ваша задача, не важно сколько сантиметров отложить. На первых порах, конечно, нужно тренировать себя в этом. Ваша задача научиться строить красивую головку рукавчика. Она всегда красивая. будет, если вы будете опираться вот на эти опорные точки какие-то. Так, здесь вот так вот по три точки укладываем одновременно. Здесь переворачиваем в другую сторону. И вот так вот укладываем тоже три точки. Вы все уже это знаете хорошо, кто со мной работает. Поэтому останавливаться на этом не буду долго. Но здесь просто можно по касательной от руки вот так вот провести. Все, наш рукавчик готов. Что еще хочется сказать? Застежка обычно выполняется на задней, посередине задней половинки рукава. Вы можете как с расстоянием это делать, скажем, вот с таким, да? Так и можете делать здесь разрезик. Это не имеет большого значения. Давайте сделаем вот такой вот разрезик, небольшой, допустим, да? А что имеет значение? Вы можете вот так все оставить. Но у вас еще будет здесь манжет и рукавчик прямой. И вы выполните основную руку после того, как сошьете. А можете сделать это сразу. Смотрите, где-то примерно на сантиметр здесь спускаетесь, да? Здесь делите пополам, вот это расстояние пополам, на сантиметр поднимаетесь и оформляете линию низа вот так. Хотя, повторяюсь, вот эта вот операция, она здесь не самая необходимая, потому что вы все равно будете делать осноровку и уже там вы почистите окончательно вот эту линию. Ну, или можете сразу вот так вот нарисовать. Так что я думаю, с рукавчиком у нас все довольно-таки просто. А не очень просто у нас получается с вами со складками. Давайте посмотрим, как же нам рассчитать эти складки. Итак, нам осталось рассчитать наши складки. Во-первых, это полоска шириной 18 сантиметров в готовом виде. Значит, вы прибавляете припуск на обработку верхнего среза полтора сантиметра и припуск на обработку нижнего среза. И нижний срез сразу обрабатываете. Любым понятным, приемлемым для вас способом. Но я обычно делаю так. Проклеиваю, обметываю и настрачиваю. Шириной сантиметр, полтора, по-всякому, как вам удобно. И давайте я вам покажу, как это технологически выполняется и как вам нужно разметить ткань. Я обработала вот этот низ, все поутюжила, ткань лежит ко мне лицом. Я начинаю работать с этим кусочком ткани. Начинаю эти складочки размелять, чтобы потом их шить. Во-первых, я от этого, вот здесь у меня лежит срез передо мной, да, я откладываю сантиметр, полтора на шовчик. Потому что из одной полоски вам все равно не сделать вот это все. Вы будете вот сюда откладывать. Ширина складки мы выбрали 4 сантиметра, потому что ширина нашего изделия 39. Мы легко можем сказать, что это у нас 40 сантиметров мы возьмем на посадочку, например, да. Вот. И у нас получится 40 разделить на 4, нам нужно 10 складочек. Какой расход ткани? Как посчитать расход ткани? Длину вот этой полоски, ширину вы уже поняли. Длину как ее посчитать? Смотрите как. Одна складка 4 сантиметра. Вот эти вот складочки, они в два раза складываются, как гармошка. Поэтому у нас получится 4 умножить на 3, 12. Значит, вам надо 4, 12 умножить на 10, получится 120. Метр 20 ширина одной полосы. Ну или еще проще. 3 объема бедер, говорят. Если бедра у вас 40 сантиметров, значит умножайте на 3, получится у вас 120. Ну и так далее. Но это все мы строим на одну только половинку. Итак, 4 сантиметра складка. Нам нужно позаботиться о том, чтобы эти складочки, эти стыки оказались внутри. Поэтому посмотрите как. Я откладываю 4 сантиметра. Это у меня будет невидимая часть. Потому что она у меня закроется другой, как бы пол складочки откладываю, да? У меня она закроется другой деталью. Если здесь нарисовать, вот так. Это невидимая часть. Потом дальше у меня пойдет 4 сантиметра видимая часть. А потом у меня пойдет раз-два складка. И опять видимая часть. Вот так вот невидимая часть. И пошла опять складка. И вот здесь у нас все по 4 сантиметра. 4, 4, 4. И вот это вот 4. Но еще 1 сантиметр мы добавили на то, чтобы у нас получился вот такой шовчик. А с другой стороны у нас подойдет... Так, как же это нарисовать-то? Я хочу внутрь вот это спрятать. Ну ладно, рисовать я не буду. Не соображу как. Лучше я нарисую здесь. Итак, мы сейчас отложили невидимую часть под складочку. Ставим крестик. Начинайте всегда с половинки складки. Потом 4 сантиметра видимая часть. И 8 сантиметров невидимая часть. И опять 4. И так далее. И я разлинуваю все на ткани вот такими вот полосками. Все у меня уже поутюжено. Все лежит у меня в плоскости. Вот так. Вот так. Так. И всегда невидимые части помечаю вот такими крестиками. Крестик. Это видимое, это видимое. Это невидимое, это невидимое. Дальше у меня пойдет опять 8. Дальше пойдет у меня, допустим, 4. Ну и хватит, скажем, да? И, допустим, вы уже здесь нарисовали 10 складочек. 10. Это невидимая часть. Вот у меня нарисована первая складка, вторая складка и третья складка. А у вас будет их 10 складочек. Вы начали с половинки невидимой части и закончить вы должны половинкой невидимой части. Значит, мы снова откладываем 4 сантиметра. Простите, что я так долго кружусь. Для людей опытных это все понятно, а для людей неопытных, я думаю, будет не очень понятно. И вот это у меня получается уже невидимая часть. Вот такой конец другой полоски соединится вот с этим концом, они друг друга перекроют, и у вас шовчик вот этот вот получится в ребре. И он никому никогда не будет мешать, и будет все очень замечательно. Вот, собственно говоря, и все. Немножко долговато получилось, не так, как я хотела все по-быстрому сделать. Ну, по-быстрому не получается, не всегда. Но, тем не менее, я думаю, что этот опыт тоже может быть вам пригодится. Ну, и, конечно, на базе этого фасона, как я уже говорила, можно делать школьные сарафаны, можно делать жакетики какие-то, можно делать все, что угодно. А если девочка у вас уже большая, берите обычную базовую конструкцию и стройте, как на взрослого человека. И будет вам счастье. Всего доброго, всегда ваше.